В Самарской области стартовало адресное информирование избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Участники проекта «ИнформУИК» выдадут горожанам приглашение к участию в голосовании и расскажут, где, во сколько и в каких формах можно оставить свой голос за кандидата. О местонахождении избирательного участка по месту регистрации жителей города или области. О кандидатах на должность губернатора Самарской области. Адресное информирование продлится до 3 сентября включительно. В Красноглинском районе Самары для воспитанников Центра дополнительного образования прошла встреча в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Представители ГИБДД в игровой форме напомнили детям о правилах дорожного движения и рассказали о правильном переходе проезжей части и ответственном использовании средств индивидуальной мобильности. Руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Визит направлен на укрепление сложившихся связей. Вячеслав Федорищев и Рустам Миниханов встретились с активом татарской национально-культурной автономии и подписали соглашение, в рамках которого расширить сотрудничество между предприятиями авиационного и автомобильного кластеров. Стороны будут развивать кооперацию в производстве беспилотных авиационных систем, а также в создании научных и опытно-конструкторских разработок. Главой Богатовского района Самарской области стал Михаил Чернов. Местные депутаты одобрили его кандидатуру на заседании конкурсной комиссии. «Новое время ставит перед нами новые задачи, которые мы будем решать совместно, помогая друг другу. Ключевая из них – улучшение качества жизни людей», – написал Михаил Чернов на своей странице в социальной сети. Всего в конкурсе приняли участие пять претендентов, которые представили свои концепции дальнейшего социально-экономического развития муниципального района. В Самарской области завершают ремонт на 20-м километре трассы Самара-Волгоград-Красноармейская-Пестравка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на трассе уложили верхний слой дорожного покрытия. Также специалисты заканчивают нанесение разметки термопластиком и установку двух новых остановок. Уроженка Тольятти Софья Палкина выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном Минспорте. Девушка стала победительницей в соревнованиях по метанию молота. Её результат – 72,04 метра. На чемпионате Самарской области представляли ещё 14 легкоатлетов. Врач-терапевт рассказал, какие заболевания могут подстерегать россиян осенью. В данный период года обостряются боли в суставах, аллергии, сердечно-сосудистые заболевания и мигрени. Для профилактики необходимо придерживаться чёткого распорядка дня, сбалансированного питания и регулярно гулять на свежем воздухе. Самым частым осенним недугом является депрессия. Это связано с дефицитом солнечного света, из-за чего у людей возникает чувство хронической усталости и тревожности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok